В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус осуждает религиозные практики, которыми люди пытались производить впечатление на других людей. Добрые дела, выставляемые на показ. Мы читаем. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Он говорит о подаянии милостыни и молитве. А затем, вот что он говорит о посте. 6 глава Евангелия от Матфея с 16 по 18 стихи. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умолицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Заметьте, Иисус осуждает пост, который видим другими людьми. Если вы поститесь для того, чтобы заслужить репутацию праведника, то Иисус говорит, что ваш пост бесполезен. Представьте себе религию, согласно одному из столпов которой, вы обязаны уделять целый месяц публичному посту. Это не пост в одиночестве. Это не пост в тайне. Это пост, который видим всеми, о котором все знают и о котором все говорят. Если вы поститесь, то вас хвалят за это. Если вы не делаете этого, то вас обвиняют за это. Вы буквально объявляетесь всему миру о том, что вы поститесь. Это и так уже звучит достаточно плохо. Но представьте себе, что бы подумал Иисус о публичном посте, который вовсе не является постом. Представьте себе, каким было бы отвращение Иисуса к религиозной практике публичного поста, которая даже не является постом. Другими словами, представьте себе религию, которая призывает людей притворяться, что они постятся, и при этом хвалит друг друга за то, что они постятся, хотя на самом деле они обжорствуют несколько раз в сутки. Они не постятся, а они пируют. Они пируют, рассказывая всем о том, что они постятся. Иисус выказывал презрение к совершению праведных дел с целью показаться праведным в глазах людей. Что бы Он подумал о религиозной практике, согласно которой вы не делаете праведных дел, но говорите всем, что вы делаете их, чтобы вас посчитали праведным человеком. Рамадан — это миссис пиршества, которое называют постом по каким-то неопределённым причинам. Мусульмане обжираются ночью, а затем снова обжираются перед рассветом, а после — спят весь день. Они просыпаются вечером и вновь обжираются. После они обжираются рано утром и опять спят целый день. Они называют этот цикл обжорств и сна длиной в месяц постом. Не существует более никого, кто бы считал, что Он пастится, в то время как Он пирует. Но это Ислам, и нужно помнить, что правила зазеркалия здесь во всей полноте. Мусульмане посвящают один месяц каждый год обжорству, притворяясь, что обжорство — это пост. Мусульман хвалят за то, как они пастятся, хотя на самом деле они пируют. Иисус осуждает праведные дела, выставляемые на показ. Он называет людей, делающих праведные дела на показ, лицемерами. Я думаю, мы не ошибёмся, если скажем, что религию, которая поощряет совершение праведных дел на показ, Иисус назвал бы религией лицемерия. Счастливого Рамадана всем тем мусульманам, которые смотрят это видео посреди ночи, потому что спят весь день. И помните о том, что сказал Иисус о вашей лицемерной версии воображаемого поста, пока будете обжираться рано утром и готовиться к тяжёлому дню во сне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова